Подростки, совершающие преступления, это теперь в масти своей НПТУшники из неблагополучных семей. Об этом рассказали журналистам на пресс-конференции в региональном управлении МВД, на которой подвели итоги работы на этом направлении за минувший год. Ситуация с подростковой преступностью в Тверской области улучшается. Согласно данным регионального МВД, в минувшем году она снизилась на 24,5%. В количественном исчислении 228 преступлений. Однако пока это несколько больше, чем по всей стране. Удельный вес данной категории преступлений составляет 3,0%. По удельному весу мы несколько выше, чем Россия и чем Центральный федеральный округ. В Центральном федеральном округе, для сведения, удельный вес 2,1%, а на территории России 2,9%. На 21% сократилось число тяжких и особо тяжких уголовных преступлений. Правда, на 11,6% выросло число преступлений, совершенных подростками в состоянии алкогольного опьянения. По словам Анны Рындиной, доминируют кражи, грабежи, разбой, мошенничество, вымогательство, а также угоны машин и других транспортных средств. При этом самое интересное, что абсолютное большинство, более 88% преступлений совершены подростками из вполне благополучных семей. В МВД находят тому ряд причин. Родители увлечены зарабатыванием денежных средств. Ну, это тут разные ситуации, в том числе и социально-экономическое положение. Да, вынуждены родители работать. Это и легкое отношение, скажем так, мужчин и женщин в современном мире к разводам и оставлению детей одних на попечнение одного из родителей. Среди других причин полицейские называют отсутствие воспитательной работы в школах. Кроме того, после уроков многие подростки предоставлены сами себе. Среди вариантов решения проблемы занятия в кружках и спортом. Что-то можно придумать даже для тех, кто все равно любит болтаться по трехсвязкой улице, которая очень популярна среди тверской молодежи. Важно и целесообразно создать какие-то уличные мероприятия, в том числе для детей, которые проводились бы на одной из главных улиц областного центра, и которые бы не просто там стояли и болтались, а которые бы специально обученными людьми вовлекались в эти мероприятия. И тогда у них меньше хватило бы времени на какие-то бездумные поступки. А еще Анна Рендина отметила инспекторов по делам несовершеннолетних. Во многом благодаря им статистика в регионе заметно улучшилась. Правда, вот работа им теперь сильно прибавилась. Раньше их контингент был относительно небольшой пласт неблагополучных родителей и их детей. Теперь же им приходится наставлять на путь истины чуть ли не каждую тверскую семью.